В браке не бывает, что один хорош, другой плохой. Сколько вы вложили в себя для того, чтобы выйти замуж за Сирипаев? Сто тысяч долларов это только на женские тренинги. Под металлы и мыл полы на целом этаже. Я чувствовала тогда, что у нее не было денег содержать меня в Таразе. Все, что происходит сейчас в ее жизни, это было все на ватмане. Был-то предыдущий опыт в жизни. Позвонила, говорю, я хочу получить бота, благословение. А сердце что подсказало? Все женские заболевания, обиды на мужчин. Каждый раз, когда я смотрю на Жулдыз, когда она рассказывает о своем тренинге или о своей новой книге, я говорю, Жулдыз, вы можете просто показывать своего мужа красивого, живого, здорового. Миллиардера. И говорит, вот, намечтала. Визуализировала. Визуализировали до 30 лет? Да. Во сколько лет вы вышли замуж? Я в 29. Я знаю, что вы познакомились на форуме Булла Шакеров, по-моему, да? Угу. Вас связала одна фраза, насколько я помню, Жулдыз мне тоже рассказывала, что вы как-то так вот пили кофе, там кофе-брейк был, и вы спросили о чем-то Жулдыз. Жулдыз сказал, вот, я с детства веду дневники. Все, и вас это зацепило фраза, и после этого мы… А было чуть-чуть по-другому. Как было, расскажите. Там приглашающая сторона Булла Шакеры, которые состоялись уже министры, вице-министры, они сидели в вип-комнате и пили, и наслаждались своим общением. Я говорю, ребят, так не пойдет, говорю, молодежь пришла вас послушать и на автопаде, говорю, чтобы поделиться каким-то жизненным опытом, как тоже состояться. Пришлось мне их уговаривать выйти в народ. Когда мы вышли в народ, увидели большое количество молодых людей, мы подошли к ребятам, я спросил, а какие у вас планы, ребята? На что Жулдыз ответил, а какие краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные? Я такой думаю, а что у вас такие даже есть? Я говорю, да, 20-летняя карта желания, вот, расписана на телефоне, мне показывают. И тогда я сказал, что, ну, таких девчонок, скажем так, вообще людей не видел, кто на 20 лет планирует жить. И, конечно же, она меня заинтересовала и сказал, вот с этого места поподробнее. С этого места давайте отойдем в стороночку и познакомимся поближе. Жулдыз, вы же не готовились к этой встрече? Нет. То есть вы просто знали, что булашаковцы собираются проводить форум, да, привозят... Да, привозят какого-то миллиардера, которого вы не знаете. Экспертов, которые делились своим историей, ну, своей историей. Но вы не знали еще тогда Сильбаевского? Я не знала, я даже о нем и не читала в этой брошюрке в программе. То есть он вас вообще не заинтересовал? Вначале нет, но потом, когда он подошел к нам, представился, его представили, вернее, хорошо. И меня удивила вот эта его внешность, такая вот, знаете, харизма. А в чем внешность? В чем внешность? Энергия его. Напрашивается на комплект. Вы выглядите очень респектабельно. У вас красивые зеленые глаза. Лоб блестел, как будто после салона красоты. И даже мои подруги обратили на это внимание и говорят, он такой ухоженный. Даже им как-то неудобно стало, говорит, находиться с таким человеком. Сейчас она говорит, я, говорит, живу с тобой, и ты никуда не ходишь. Я говорю, девочки, вы знали бы, что он никуда не ходит. Да, 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 моим кремом пользуется иногда. И вы, когда отвечали на вопрос, вы же делали это совершенно естественно. Ну да. Потому что у вас реально в жизни все распланировано на 20 лет вперед. Было на 20 лет вперед, сейчас я рекомендую на 5 лет вперед создавать карты желаний. А вот в этой 20-летке было замужество? Да, он спросил, а именно какие у вас планы в этой карте желаний? Я говорю, по 12 сферам жизни. Он говорит, как это так? У меня есть стратегия компании на 5 лет, а как это можно по 12? Я перечислила сферы, и потом он меня пригласил на свидание. Вернее, этого не было на свидание. Мы, может, с вами обсудим проекты общие по работе. Я, может быть, смогу быть вам полезным по инновационным технологиям. Ну, карта была амбициозная просто. Закончить в Англии университет, в Швейцарии там она в хоспитале те курсы закончила. Манистратура, работа мечты. Я удивляла, что карта амбициозная. По 12 разуме сферам. Тем самым она, мне понравились ее ценности, она старалась отдавать. Она старалась, чтобы казахстанцы стали, скажем, получали квалифицированное лечение и тому подобное. Врачи учились по всему миру, ездили, она их отправляла. Это все рацию, да, это все ваш мозг. А сердце что подсказало? В нашем материальном мире люди часто предпочитают себе, себе, себе. А она вот, наоборот, многое что отдавала, делала. И мне было интересно встречаться с этими докторами. Даже мы ходили в оперу, там, здесь, в Астане. И мне было интересно ее узнать изнутри, потому что был-то предыдущий опыт в жизни. Даже два. Да. И поэтому я уже понимал, что я хочу в этой жизни. А вы сколько времени были в свободном плавании? После второго брака. Порядка шести лет, да. И поэтому я долго выбирал, долго разглядывал, встречался в перерывах работы. Вот мне вот интересно, да, Жилус, ничего, что я спрашиваю до, скажем, до вашего брака. Вот мне просто интересно, когда мужчина в разводе, да, то есть у него за плечами два брака, дети, да, вы жили в разных странах, у вас есть деньги, у вас есть все, все возможности. Вот мне интересно, человек, который выбирает, вот вы по какому принципу выбирали? То есть что должно было, сердце где-то щелкнуть? Или уже все, вы не доверяли сердцу, нужно было выбирать? Нет, никогда не доверяют сердцу. То сердце это насос, а доверяют душе, принимают душой, принимают решения душой, да. Но, конечно же, я уже не дергался на то, чтобы это было красиво и тому подобное. Это уже не работает. И поэтому важна была красота души, вот, и ценности общие. И поэтому мы, когда встречаемся, и Жилус просит там сделать консультацию кому-то, мы говорим всегда о ценностях. Поэтому мы сидели и разговаривали о ценностях, и когда у людей совпадают ценности, тогда у них будет общее долгосрочное будущее. Просто, как и у многих людей в жизни, это страсть такая, там, беги и больше кидай. Дальше этого уже нет, уже бежать, бежать, а просто именно вместе делать благие дела, соревноваться в благих делах. Жилус, ну вы же себе намечтали, супруга. Я писала качество мужчины, который хотела привлечь в свою жизнь. Через несколько лет, я там, когда уже мы вместе были, год, кстати, год, да, на 14 февраля, я писала сердечки и писала его качества. Я открываю дневник свой, где я писала качество мужчины, это было 10 качеств. И представляете, в этих сердечках, мы были в Париже, он делал предложение руки и сердца, мне захотелось плакать, потому что там были те качества, которые реально у него... А вы на День Святого Валентина делали открытку? Да, он спал, я, значит, эти сердечки подготовила в Казахстане и развесила, там, где-то в халат положила. Где, в Париже? В Париже, да, в отеле. Пока я спал. Одну положила в сумку, в портмоне, в джинсы. А я открывала, шел и каждый раз что-то новое доходила. Ты целестремленный, ты благородный, ты такой ответственный. Но вы уже приняли решение, что вы будете делать предложение. Я уже, да, говорю, полетели туда. Но это было мое желание в Париж на 14 февраля. То есть вы сказали, что я хочу, чтобы предложение поступило именно в Париже. Да, и на Мальдивы хотела полететь именно. Давайте вернемся вот в вашу прежнюю жизнь, когда вам было 20 с копейками лет. Когда вот вы мне рассказывали как-то в прямом эфире, что вы жили с девчонками на съемной квартире. Все было очень сложно, денег не было. И тогда вы решили в какой-то момент изменить свою жизнь. На самом деле я, у меня была мечта Каза с детства. Я оказалась в Таразе буквально вот пару недель назад. Летала выразить соболезнования родственникам папы. И почему-то мне захотелось именно вернуться в дом детства, где я жила. Это была простая двухкомнатная квартира в очень старом домике, где мы жили с мамой вдвоем. И я попросила свою почти сводную, не почти сводную сестру, у нас папа один, попросила ее съездить в этот дом, потом съездить в музыкальную школу. И мы, значит, вернулись в музыкальную школу. И я вспомнила этот ресторан Шерен, гастроном, мимо которого я проходила пешком. До сих пор сердца. Пешком. И представляете, когда училась в восьмом классе, мама сказала, мы переезжаем в Казаларду. Я говорю, мам, почему? Она говорит, я чувствовала тогда, что у нее не было денег содержать меня в Таразе. И вы знаете, я прохожу мимо этого ресторана и гастронома, и знаю, что это ресторан и гастроном моего отца и его братьев, а их очень много. Их семьи десять человек. И мама это говорила, но никогда не говорила плохо о моем отце. Я прохожу, значит, и у меня сердце. Я смотрю на это и думаю, у нас еды нет. Мама шьет моим подругам в школе сарафанчики, какие-то деньги зарабатывает. Печет эти творожные печенье, продает. Я иду, значит, и думаю, ну когда-нибудь в жизни я достигну какого-то успеха, что эти люди будут гордиться мной. Я прохожу мимо, и мы возвращаемся, значит, к Казаларду, ну потому что мама с Казаларды, мы продаем дом этот, где я была буквально, вот недавно показывала своим подписчикам. Представляете, это 12-я школа. Керамбай она называлась, я училась. Вот, не поверите, я в этом доме жила. Шум-поселок. Отсюда переехала в Казаларду, представляете? 25 лет назад. Я здесь жила где-то до 8-го класса. Добро пожаловать назад. Ну, говорите. Друзья, всех приветствую, меня переполняют эмоции. Я приехала в свой район в Таразе, где жила до 8-го класса. Можете поверить, на втором этаже в этом доме я жила. Другомная квартира у нас была. И не поверите, прошло 20 с чем-то лет. Я вернулась в Таразе, я посмотрела, где я жила, я сравнила и благодарила, где я сейчас. И вот именно тогда, оказывается, была у меня очень сильная мечта, когда-нибудь в жизни увидеть папу. И действительно, чтобы эти люди гордились мной. И не поверите, вот я, выражаясь соболезнованием, приехала к дяде, и там был ресторан, этот, как дворец. Вы, кажется, были тоже там. Они говорили, что вы были в гостях у моего дяди, оказывается. Да, да, да. В доме даже жили. Это мой, как бы, папа и родной близнец. Ну, не жили, останавливались. За пару дней, виднее, находились там. Да, да, да. И, представляете, этот дворец, я помню. Ну, это новый уже ресторан. Я видела, да, мы были в этом ресторане. И там 500 человек моих родственников со стороны отца. Это мужчины и 300 женщин в большом зале. И многие из них спрашивали, а кто эта девушка? Ну, которые не знали меня, потому что я с отцом уже общаюсь уже 13 лет. И сейчас он принимает активное участие в моей жизни, помогает. Даже вот помогал до Серикпа. И в первые годы он отправлял даже деньги, я не помню. И, представляете, они начали меня обнимать, плакать. Это было, ну, так трогательно, действительно. А сколько вам было лет, когда родители развелись? Я тогда почувствовала, что моя мечта сбылась. Представляете? А сколько вам было лет, когда родители развелись? Вы знаете, я была очень маленькая тогда. Ну, годик был? Ну, да. Но он еще принимал участие где-то первые несколько лет. А потом? А потом мама полностью вообще не просила никакой помощи, никакой поддержки. Я много лет думала, что, может быть, есть и мама вина, что я же изучала женские тренинги, проходила, выясняла права и обязанности мужчины, женщины, почему разводы бывают, почему папы бросают детей. И, вы знаете, я искала, мама, ты не права, ты должна была, говорю, просить помощи, алименты элементарные. А почему это не делала? Видимо, у мамы была гордость, сама я воспитаю себя, я смогу, и это плохо. Женщины должны брать деньги у мужчин, по крайней мере, за воспитание ребенка. У мамы было хорошее качество, и я это ценю, и в книге я выразила благодарность, что она, несмотря на свои сложности, она максимально хотела дать мне образование, чтобы я училась в хорошей школе. И она, оказывается, представляете, за моей спиной брала помощь у своих подруг, у тех, которые были с мужем, да, она просила помощь, у вас жулдыз надо, там, на английский жулдыз надо, на музыкальную школу деньги. И вот они максимально ее поддерживали. И потом вот, когда я уже стала самостоятельной, после Англии вернулась, я зарабатывала хорошо в национальном медицинском холдинге. А расскажите вот эту историю? Когда вы позвонили своему отцу, у нас уже вторая программа, да, на эту тему, и я вот тоже хорошо помню, как вы мне рассказывали, как вы собрали все свои дипломы, сертификаты, что вы столько лет собирали, да, и знания, и опыт. И вы позвонили отцу, и встретились, да, с отцом и с его братом, и сказали, вот, я такая. Это, я уже общалась два года по телефону с папой, я учусь во время интернатуры в Алма-Ате, я разговаривала с ним по телефону, периодически он звонил, и как-то меня судьба, я переехала в Астану, он как раз уже здесь бизнес сделал. И ровно год я работала в Министерстве здравоохранения, и у нас никак не получалось встретиться. Он, видимо, боялся этих эмоций, может быть, я не знаю почему. Он в течение года, главное, отправлял деньги, отправлял братишек, которые помогали мне в течение этого года переезжать с одной квартиры на другую, я снимала квартиру здесь. И когда я получила грант на обучение в Англии, на магистратуру через Министерство здравоохранения, я просто позвонила, говорю, я хочу получить БАТА, благословение. Я уезжаю в Англию, вот у меня такая радость, я хочу с вами поделиться. И прям до вылета осталось два дня, и не поверите, еще у меня не было денег. Я получила грант, да, сказали, что у меня оплатят университет, проживание, но не сейчас, потому что министр тогда уходил, и пришел другой министр Кайрбекова, Дос Калиф уходил. И, представляете, у меня был приказ, у меня был договор, но деньги не финансировали, мне нужно было обратиться к ним за помощью. Я сказала, вот у меня красный диплом медицинского университета, я закончила интернатуру, я год уже работаю, вот приказ, вот договор, мне нужна поддержка. И дядя сразу привез мне тогда доллары в конверте, они оба благословили, не поверите, я, как и на презентации книги, они же оба были там, я как будто вот улетела, знаете, окрыленная. Я почувствовала эту опору, силу, фундамент, что у меня не только мама, у меня есть мужская половина, и дядя, который как раз-таки давал второе благословение, его сын, дель-друг, как раз учился тогда в Англии. И он меня встретил, естественно, пока я училась там два года, они меня поддерживали. И я благодарна, и вообще вселенной благодарна, что мне на пути встречались наставники. И мой первый был отобуч, наставник во время интернатуры восточной медицины, как раз-таки он мне порекомендовал позвонить папе, взять телефон со стороны сердца, принять его. Да, пусть у него, возможно, были какие-то ошибки в жизни, у мамы, прими его таким, какой он есть, получи силу рода. У вас красный диплом медицинского университета, да? Вы работали в национальном медхолдинге, да? Потом, после магистратуры. Затем обучились в Англии. И тут неожиданная психология. Почему? Ну, я во время интернатуры еще начала изучать психосоматику, потому что интернатур я выбрала после врача общей практики восточную медицину. И там как раз наш руководитель, куратор был Булата Буч. Он эксперт по восточной медицине, по психосоматике. Он тогда уже ездил в Тибет, в Индию, изучал другой метод лечения. И он понимал, что все болезни, они от стресса, от обид, от боли. И не поверите, когда он сказал, все женские заболевания обиды на мужчин. И не поверите, мне захотелось его обнять. И после вот этого именно урока остаться с ним и выговорить все, что у меня вот здесь вот в сердце было. Я говорю, надо же, на женских органах у меня фиброзно-кистозная мастопазия. Я как сапожник без сапог на седьмом курсе. Денег не было, там проходить УЗИ, там что-то делать. Я активно учила английский язык, потому что после интернатуры я хотела улететь в Англию по Балашаху. Но первый год у меня не получилось сдать Айлдс. И все деньги туда-туда. Я ночами не спала, стрессовала. Личная жизнь там вообще ужасная была, потому что надо было фокус, внимание либо на личную жизнь, либо на обучение. И он тогда сказал, не торопись с личной жизнью, у тебя такое будущее. Вот как раз в книге я же описываю мой путь и благодарность ему. Он сказал, я вижу тебя путеводной звездой, что ты будешь как звезда светить, освещать путь людям. Я тогда, какая миссия моя, это вообще. Я не знала, что такое миссия, предназначение. У тебя другое предназначение же. Ты будешь помогать людям, но кажется, с другой стороны. Я говорю, да, у меня вот фиброзно-кистозная мастопазия, видимо, потому что у меня есть боль, обиды на папу. И мы с ним, не знаю, там несколько часов остались после урока. Я плакала, и сейчас я уже с улыбкой на лице об этом говорю. Ну, тогда было очень тяжело мне говорить даже про эту тему. Я потому что не вообще не обсуждала ни с кем, ни с подругами, с кем мы жили всемиром в трехкомнатной квартире. Ни маме не говорила, ни сестрам, никому. И вот после этого, знаете, у меня кому-то комок в сердце, во-первых, упал. Во-вторых, я начала в течение года просто излечивать сама себя. После того, когда я позвонила, аж у меня сейчас до себя, прям вот, чувство облегчения. У меня упал вот этот комок, как будто камень, знаете, в сердце. И я позвонила папе, вот это все решилось. И после этого вот эта фиброзная мастопатия исчезла? Она сама по себе исчезла, представляется, в течение. О, мой гад, это глубокая. Это психосоматика. И я начала глубоко изучать эту тему. И я поняла, что мы... То есть классно обращаться к психологу с медицинским образованием? Семь лет училась и понимала, насколько вот эти опухоли, рак, онкологические заболевания, другие заболевания, связанные с ЖКТ, кишечно-желудочной системой, сердцем. И мы тогда изучали чакры, энергетический центр. И это было 12-13 лет назад уже. И тогда я поняла, что все болезни от обид, страхов, неуверенности в себе, разные боли, вот это все, именно тогда. И я начала глубоко изучать чакровые системы, энергию человека, искать причины. Смотрите, когда вы встретились с Рикпая, вы уже были прокачаны. Вот из-за этого его и заинтересовало. Вы его притянули. Да, в его книге «Сделай себя сам», он же меня отметил не как подругу, там, девушку. Кстати, я хорошо помню этот момент, потому что мы были с Харакат, с певицей. Это был миломан, презентация вашей книги «Сделай себя сам». И вы сидели рядом. И мы с Харакат шептались, типа, по-моему, у них отношения. Молодежь меня попросила, говорит, Сергей Баев, у вас такой опыт, вы же за лекцию не сможете рассказать свои принципы, подходы, становления, как это было. И поэтому они попросили меня написать книгу. В те времена ни один из бизнесменов, если я не ошибаюсь, никто не писал, не делился опытом, как все работает в бизнесе. 2016 год это, да? Да, 2016 год. Вот вышла книга, и я инвестировал в то, чтобы подарить знания, которые позволили бы многим ребятам стать самостоятельными и международными предпринимателями. Поэтому я вот этим опытом поделился, написал книгу, и она поддерживала, так как она вела тоже несколько дневников, я вел с 12-летний дневник, вот, благодаря моему тренеру, который в свое время рекомендовал с этого начать, потому что, чтобы добиться спортивных результатов, я начал в 12 лет и писал. Она уже вела дневник благодарности, финансовый дневник, и поэтому у нас было много общего, и она умела достигать своих целей. И у меня получалось. И мы понимали, что... Книга вас еще больше сблизила, да? А вот ваше детство, оно же тоже было непростым. Вот когда я познакомилась с Эрик Павем, я думала, что это казах, который родился в России, и вырос в Санкт-Петербурге, и теперь приезжает иногда в Казахстан. Оказалось, что Серег Павем вырос в Ауле. В Ауле, да. Но вы не похожи. В Ауле, да, потому что ты, да? Вы похожи на питерского казаха. Да? Спасибо. Я вот родился в Ауле, потом родители, когда мне было 4 года, переехали в Кустанай, чтобы делать себе карьеру. И мы жили в общежитии. Папа был мастером смены на хлебокомбинате. И мы жили в Пятером, трое детей, родители. Мы жили в двух комнатах в общежитии, где воду, душ был один на 5 этажей, и иногда горячую воду включали. И мы вот иногда там мылись. До какого возраста вы там жили? Я до восьмого класса жил. И через все это прошел. И вставал в 6 утра, я учился в спортклассе. В 6 утра вставал, еще родители спали. Уходил на первую тренировку, потом в школу, продленка. Потом вторая тренировка. Приходил, перекусывал и уже шел убирать этаж. Потому что мама денег не хватала. И я, например, подметал и мыл полы на целом этаже. В общежитии? В общежитии, да, тут же. И потом ложился спать, и утром в 6 утра уже опять. И вот такая была интересная школа жизни. А как вы попали в Санкт-Петербург? Во время перестройки в 86-м году появилась передача «Взгляд». И когда мы смотрели «Листьево», и тогда первые рок-группы были в Петербурге, в культурной столице, где красивый Петергоф, Эрмитаж. И там был аквариум, кино с Цоем нашим, Алиса. И все только мечтали, и смотрели, и слушали, и ждали эту передачу каждую пятницу. И я человек, который в спорте многого добился в баскетболе, играл за Кустанайскую область. И, скажем, со сборной Казахстана, скажем, приглашали. Я тогда, на тот момент, мне говорили, ты можешь поступить в любое вуз в Казахстане за счет спорта. Я говорю, ну мне неинтересно. Я поеду в Ленинград, тренеры еще посмеялись, думают, ну ладно, вернешься, куда ты денешься. Спортсмен, куда ты денешься. А у нас, я благодарен своему учителю, классному и тренеру, которые сделали тандент такой, который позволили нам стать лучшими не только в спорте, но и в образовании. Мы вот стали все с хорошими оценками, поступили в Москву, Петербург, там, в крупнейшие в Советском Союзе вузы. Сколько лет вы прожили в Ленинграде? В Ленинграде я прожил, наверное, порядка 20 лет. У вас же компания там. Да, компания начиналась там и называется она Арман, да, Арман Холдинг, который со штаб-квартирой в Сингапуре. В Дели у нас производство офис, в России, в Африке. А что вы производите? Компания производит промышленную связь для всех отраслей, начиная там с газовой промышленности, заканчивая аэропортами, портами, металлургическими комбинатами. Да, мы поставляем по всему миру, делаем энергетические решения. Крупнейший, например, газопровод Казахстана, 1500 километров в Бенео-Базошинкент. Мы обслуживаем, построили энергетические решения. То есть вы в операционке уже, вас нет? Вы в стратегических комитетах, да. Стратегический комитет, HR-комитет. Поэтому я учился после Института Политеха Питерского в Стокгольмской школе экономики, где MBA получал. Потом учился в Лондонском институте независимых директоров. Короче, вы тоже зря времени не теряли. Готовились к встрече Жулдыз. Чтобы управлять международной компанией, я понимал, что все победы и поражения банкротства от управления советами директоров. Жулдыз, вы прямо намечтали себе такого мужа, да? Да. Готовы, смотрите, он просто... Именно в образовании у нас в развитии. Что еще хорошо, он, видите, у него был опыт. Он знает, каких ошибок совершать не нужно. Вот вы сейчас, слушая Жулдыз и вот ее откровения о папе, вы же таких ошибок не совершаете? У вас со всеми детьми общаетесь? Мне тоже было удивление, то, что происходило. Я говорю, наверное, оба были виноваты. Я всегда говорю, в браке не бывает, что один хороший, другой плохой. То, что оба виноваты. Если у вас такой какой-то misunderstanding был, и поэтому папа не помогал в этот период. У меня всегда была возможность детям помогать, развиваться, учиться в самых лучших в мире школах, да? И поэтому... Проводить время с ними. Да, проводить время с ними. То есть я это уже понимал, и поэтому постоянно мы вместе учились каким-то определенным совместным навыкам. И когда они приезжали на мои лекции здесь или на презентации книг, и видели, как люди подходят, и мне приятно сейчас, даже люди подходят, достигая высоких целей, они благодарят за те продукты, которые я им предложил, позволил. Потому что они говорят, что многие книгу выпускают, но она мотивирует на день, на два. А вы же дали инструмент, конкретный дневник успеха, благодаря которому мы научились достигать цели, стать сбалансированными не только в материальном мире, не только в работе, но еще в семье, в здоровье и тому подобное. Мне приятно, что люди уже управляя квазикомпаниями в Казахстане, в министерствах, они подходят и благодарят. Мне очень это приятно, и дети это видят. История бизнесменов – это всегда такие взлеты и падения, да? Вот у вас было, особенно у вас, в бандитском Петербурге, да, это 90-е годы, было, что теряли просто все? Скажем, наверное, не терялось все совсем, да, но были уроки в жизни, да, которые приходилось делать выводы и перестраиваться, чтобы дальше продолжать свое дело делать, да. Конечно же, в 90-е годы многие молодые люди сейчас даже не представляют, как в день там десятками людей убивали, тысячами вывозили в лес на улице и били, там, отбирали там те или иные вещи. Вы тоже были среди них? Да. И покушения были, и в реанимациях лежал, но без этого никак, у меня же нет возможности нанимать охрану там и тому подобное, да, поэтому устраивал так бизнес, чтобы потом тяжело было отобрать, и поэтому многие мои нынешние все предприятия не имеют в собственности заводов, проектных институтов, все, мы сидим в аренде, и все знания, и все активы – это в головах моих сотрудников. Ну, вы пример того, что вот нужно все-таки в молодости, да, энергично поработать, активненько, а затем, вот как сейчас, вы живете на Кипре, там, у вас ребенок родился в Лондоне, да, то есть я вижу, что книги, карты желаний – это все такое, как бы, хобби, да, но это точно ни на чем вы зарабатываете. Конечно, нам же надо делиться знаниями, потому что… А в какой момент вот у вас щелкнуло, что пора делиться? Уже к 40 годам, в 16-м году, на 45-летие я выпустил книгу, вот, и понимал, что, оказывается, тот опыт, который я набрал, в Казахстане нет уж конкуренции, то есть в период Назарбаевского управления, скажем, не было конкуренции, там, кто имел доступ к телу, тот и здесь работал, да, а тот не имел, тех отбирали все, вот, или там не давали возможности развиваться. Я пытался донести, что работайте на международных рынках, не варитесь только в Казахстане, поверьте… Как выйти на масштабный, ну, то есть как масштабироваться, да, потому что люди боятся, это вы когда-то переехали в Ленинград и оттуда начали… Ну, мне же тоже никто ничего не дал в этой жизни, я в 16 лет уехал, и сам это строил, падал, вставал, опять вперед шел, и поэтому я им рассказывал, что нужно на мир смотреть, на меня многие в России смотрят, «России как бы хватает? Зачем ты идешь в Юго-Восточную Азию, переезжаешь в Индии, поднимаешь офис?» Потому что мне интересен процесс, и иногда жилы с меня не понимают, а почему там квартиры, дома ты не имеешь? Я говорю, мне это неинтересно. Когда мы познакомились. А, да? Сейчас-то уже все есть, скажите. Да. Сейчас все покупаете? Да, да, да. А до этого ничего не было, я жил всегда в съемных квартирах. А деньги где были? А в бизнесе мы постоянно новые проекты запускали, для меня это интересно. То есть они все время были в обороте? Да, потому что… А вот не было такого, чтобы депозитик куда-нибудь сложить? Нет, мне это неинтересно, потому что этим ты не управляешь, банки разоряются, акции компании прогоряются. То есть вы любите, чтобы они были в бизнесе? Я диверсифицирую по странам, по отраслям, потому что люди, кто вкладываются в такие пассивные активы, я говорю, вы их не контролируете, ни банки, сколько банков. Сколько у вас миллионов? Компаний? Я человек в изобилии, счастливым человеком являюсь. Хорошо, у супруги спрошу. Миллионер? Да. Миллиардер? Думаю, да. Да? Потому что я не лезу в его компанию, сколько компания стоит. Он говорит, все деньги в компании. Есть у нас подушка безопасности, есть, мы копим деньги, например, на развитие детей, будущее. На образование. На образование детей. Есть у тебя зарплата жены. Но в Кипре у вас дом, вы купили его или он ориентованный? Нет, мы купили. Купили. Я настояла. Появилась Жулдыз, и Жулдыз такая, женщинам, кстати, это важно. Морды пустили, заземлиться, чтобы документик был. Я говорю, мы же не можем летать, мы и так пять лет летали, мы жили в Англии, мы жили в Питере, мы жили в Казахстане, в Дубае жили, в Грузии жили. И в конце концов, уже почти три с половиной года мы в южной части Кипра заземлились. И первую недвижимость мы как раз-таки там купили. Он, конечно, хотел вначале посмотреть, вдруг не понравится, потому что до меня он также жил в Сингапуре, в Ницце, в Питере. Я говорю, нет, я рожаю тебе. Я уже родила тогда Алаю, я говорю, я хочу заземлиться, женщине важно создать уют дома, поделиться своей женской энергией, создать там пространство, где мы сможем отдыхать, расслабляться, проводить время. Ну, я думаю, вам было несложно, вы-то знаете все эти технологии. Я год посвятила, да, я посвятила год, ну, я не работала тогда, я посвятила год обустраивании этой вилы. Домашнего очага, да. Очага, да, все удивляются, там столько энергии, там смотрят тюль, вот это все. Это недорого, не роскошно, но чувствуется, видимо, любовь вот эта, которую я вложила, я год инвестировала свое время, энергию. И дом этот вы тоже намечтали? Намечтала. Представляете, он точно такой, как у меня на карте желания. И с бассейном, с видом на море, рядом 2-3 минуты идем на море. Какие ощущения испытывает человек, когда он понимает, что все, что происходит сейчас в его жизни, это было все в атмане? Ощущение радости и благодарности. Вот как раз-таки дневник благодарности я начала вести в тот момент, когда мне было просто, мне хотелось, я же на презентации книги делилась, мне просто хотелось повеситься, разрезать вены и уйти из жизни. Мне моя тетя из Байконыра отправила четкий, отправил Коран Ктаб, и я до сих пор с собой в сумке, всегда со мной. И она говорила, благодари Всевышнего за то, что у тебя уши есть, слышат, глаза видят. У некого мужчинца ума, говорит, и будь за это благодарной. Я начала писать благодарности, не поверите, я какое-то чувство, видимо, энергия началась меняться. Это потом я уже узнала про силу благодарности, про законы Вселенной, у Джоди Спенза, у Дипак Чопра, когда обучение проходило. Я делала эту благодарность, сестра, которая читала намаз, просто порекомендовала эту технику. Джоди Спенза – это точный пример того, что то, что она продает, все в жизни реализовалось. И книга «Подари себе жизнь мечты», она же как раз про это. Я была на презентации в прошлом году в декабре, и я увидела вашего папу, ваша бабушка. Я подумала, боже мой, какая история, да? То есть простить отца, не простить, а принять отца, как Лила сказала, родить двоих детей, жить на море. 50% своего времени проводить там, отдыхать, наслаждаться. Но это все благодаря тому, что, мне кажется, вообще человек растет материально, когда он растет духовно. Да, я кажется, как раз этого. То есть вот Дипак Чопра, Диспенза, Шалва, Аманашвили, да? Сколько вы денег тратите на обучение? В год минимум 10 тысяч долларов, а раньше еще больше. Ну, 20-30 тысяч долларов. Минимум, говорю, минимум. А максимум, сколько вы до этого тратите? Например, Дипак Чопра, поехать в Америку, это минимум, только на обучение 20 тысяч, 30 тысяч, проживание в отеле там рядом. Но это того стоит? Это стоит. А как вот вы, такой технарь, да, у вас там эта связь... Промышленная. Вьетнам, что там у вас, какие-то страны, Сингапур. И тут в вашей жизни появляется женщина и говорит, так, поехали к Дипак Чопре. Диспенза, вы нормально. Самое удивительное было Шалве Александровича Аманашвили, это же великий докладный учитель. То есть для вас это был новый мир? Да, конечно. Я тоже жил в материальном мире. И как инженер говорил, все, на Советском Союзе атеизма учили, все так вот должно ровно. И поэтому она начала делиться определенными вещами, не навязывать, а просто поехали, съездим в Америку, заодно вот там побываем, там я говорю, ну окей, давай послушаем. И вот так потихонечку я втянулся и начал читать и больше познавать это ненавязчиво. Я ей благодарен за это, что она не пихала мне эти книги там, а я вообще... Я слушала сама аудио. И было приятно, когда Дипак Чопра, узнав, он уже, видать, на тонком уровне чувствует, и он предложил, говорит, Серебаев, я хочу, чтобы ты стал амбассадором моим в СНГ. Что поменялось? Правда, что как только ты начинаешь духовно расти, ну богатства становится больше? Да, это наши учителя все говорят о том, что вы можете себя мозгами прокачать, читать книги и тому подобное, и там 80-90% реализовать своего потенциала. Но духовные люди говорят, если вы хотите на 200-300, как Илон Маск, на другую вещь уходить, это нужно прокачивать через духовный мир каналы со Вселенной. И все знания, я всегда говорю, не в книгах, а во Вселенной, и которые уже много миллиардов лет. И кто умеет это выстроить, визионерство и увидеть будущее, тот и реализовываться. Поэтому это дается немногим людям, там, несколько процентов в мире, которые видят, какой будет мир. И я всегда говорю, что я только проводник в этой жизни. Я пришел сделать мир лучше определенными знаками и подсказками, как это сделать. А карты желаний вы делали до встречи желудыц или после? Нет, я вот дневник только вел, а карты желания, я, скажем так, наклеивал в своем дневнике. Просто я говорю, там, дом такой хочу, там, еще что-то. То есть, ну, это была не карта? Это не была такая разносторонняя карта, потому что я в материальном, бери больше, кидай дальше. А тут раз, говорит, а про самое там... Ты знаешь, говорю, этого, ты знаешь, пять языков любви, почитай, говорю, может, вернешься в свою семью. Я отправляла книги казахских, русских психологов. Он тогда изучал, представь, он говорит, я приехал в Сингапур, я изучаю, я пытаюсь, говорит, дать направление своим. Детям же летает в Сингапур. Не поверите, он со мной как бы встречался, но жил у жены, получав, бывшей. Потому что он содержал же их, и мне, конечно, было странно, но я очень хотела, чтобы он соединился. А вы же были уже в разводе. Нет, просто, что мы отдельно жили. А где там летали? Мы просто ездили в Сингапур, но они вместе жили. А зачем, говорит, я буду отель снимать, но мы уже не живем вместе, она живет своей жизнью, я живу своей жизнью. Я говорю, давай ты, пока ты на каникулах зимой там, почитай книги. Он, представляете, начал делиться обратной связью про пять языков любви. То есть вы хотели, чтобы Стерекпайль жил, чтобы Стерекпайль снова был со своей семьей? Да, я хотела, потому что ради детей. И вас это тоже, наверное, тронуло? Конечно, я думаю, человек хочет, чтобы дети были счастливы, потому что она видела, когда дети приезжали сюда, она с ними ходила рисовать, дополнительные звонить в театр и то, все. Гимнастика. В общем, она вас окончательно покорила? Да. Бесповоротно, но это было искренне. Раньше я специально, когда он знал, даже оплачивал курсы про питание, я ходила на курсы, как делать правильно яйца пашот, как правильно делать семгу, сибас, вот этот накинули. Это вы готовились к замужеству? Представляете, да. И мы вместе ходили, мы вместе ходили, я спрашиваю. Вот, понимаете, вам нужно, вообще вы не занимаетесь не тем же ладостью, вам нужно открыть курс, как выйти замуж и как себя к этому подготовить. Да, да, я готовилась. Подари себе жизнь мечты, это понятно, мы видим, что все сбылось, все окей. Ну, это же для счета, вот у меня многие просит. Здесь, понимаете, девчонки все хотят выйти замуж, да? Ну, вот все хотят принца, ну, условно, такого самодостаточного человека, у которого все есть, да? Но этот человек-то тоже хочет сибас, понимаете, яйцо пашот, он хочет жена, чтобы утром, как леди, ему что-то рассказывала, 5 языков любви, книга. Она делала же специально. Тоже ходили на курсы? Да это вот, ну, я же женский тренер. Восточный, нет, она еще и восточный, братья восточный. Подождите, вы ходили специально на курсы массажа, чтобы делать массаж мужу? Да, я обучалась разным техникам, я же являюсь сертифицированной инструктором по системе Вагетон. А также это работа с женскими органами, да, для того, чтобы родить ребенка здорового, чтобы быть привлекательной для мужчины, энергия, чтобы было, потому что, ну, это же помогает. Короче, когда вы выходили замуж, вы могли все. Я делала все. Серега такой, сибас, без проблем. Да. Фольга, сибас. Ейцо пашот. Ейцо пашот. Рыба в соли, да, она делала. Рыба в соли тоже? Да. Потому что он-то гурман. Ну, я когда спросила, я даже название, многие не знали, как это делать. Я потом начала гуглить, где этому обучают, и мы... Потому что я ее в ресторан вводила, и она видела... Как будто это все происходит. Как, что я люблю. Она понимала, блин, здесь в Казахстане мало таких ресторанов. Сколько вы вложили в себя для того, чтобы выйти замуж за серегпаев? Ну, 100 тысяч, наверное, долларов, это только на женские тренинги. Вот, девочки, даже замужество, успешное замужество стоит определенных денег. А помимо этого, медицинское образование, магистратура... Слушайте, ну хорошо, вы сколько лет уже вместе? Семь лет. Семь. Три года, говорят, такой кризисный момент, потом пять. Вообще, это правда или нет? Было такое, что вот, ну, уже все, все, покорили друг друга, живете вместе, Кипр, Лондон, все такое. Но есть обычный быт. Каждый мужчина, особенно Казах, он хочет, чтобы жена всегда была рядом, делала то, что ты хочешь, и встречала, и бегала, и была там, скажем так, всегда в любом состоянии, да, рядом. А тут понимаешь, что она все больше и больше погружается в тренинги, свои проекты, украшения создает, там, да, карты. И понимаешь, что ты вниманием чуть-чуть начинаешь обделенным быть, да. Фокус как будто бы с... Да, 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 фокус с меня, как какой-то... Фокус от вас ушел, тут дети, тут карты. Дети там, да, то все. Я такой раз, такое смотрю, и, конечно, были какие-то такие поначалу обиды, да, какие-то высказывания. А потом я понимаю, что я же сам хотел, чтобы женщина была интересная, да, чтобы совместно что-то мы придумывали, тренинг какой-то, делились этими знаниями. И поэтому очень важный период пришел, как принятие, да, принятие, ты же хотел такое... Это через сколько времени? Ну, два-три года прошло для того, чтобы понять, что уже человека не поменяешь, и ты же хотел именно этого. Вот, и поэтому принимаешь... Она не занималась этим, она не занималась, она же года два не занималась тренингами, то есть она в большей степени сама училась, развивалась, мы или ездили, или читали. У нас был центр развития с 2016 года, но я уделяла кохобии, я проводила лекции тогда, когда я прилетала в Казахстан с командировок, я вместе сопровождала все его командировки, да, Stellar Center, мы там делились, когда приезжали, просто от души проводили мотивационные встречи бесплатные, помните, даже вместе организовывали несколько, приглашали учителей наших наставников, обучались, постоянно летали в 20 стран мира в первый год. Мне кажется, вам вдвоем комфортно, да, то есть вам, в принципе, никто не нужен, ну, дети только ваши. И поэтому на Кипре живем, мы читаем, развиваемся, занимаемся спортом, купаемся и наполняемся, потом приезжаем, чем-то делимся, что-то создаем. Я точно так же написал, написал уже почти, что всю книгу сделала себя счастливым, вот, но понял после январских и февральских событий, что не время сейчас этой книги. Просто есть же пирамида Маслова, и тот же Маркс сказал, что быт определяет твое сознание. Поэтому пока быт не решится в наших основных странах. А как решить быт? А решить быт легко. Я вот рекомендую своим друзьям, которые пишут президентом своих стран программы, я говорю, вы не пытайтесь там в топ-30 Казахстан войти, там, я говорю, аульскому парню пофиг, там, говорю, топ-30, топ-40. Я говорю, вы скажите, что вы можете получать среднюю зарплату лучше, ну, топ-5 в мире, там, 5 тысяч долларов, например. Вот это, наверное, аульского парня заинтересуется, амбициозная цель для каждого аульского парня. И обратным счетом посчитать, а как можно эту зарплату получать такую достойную. Потому что все же предпринимателями не будут, а чтобы это получать, нужно быть экспертом в своей области. Там, например, выращивать говядину, как скот, там, да, как производить макароны из хлеба. Не сырьем торговать, а законченные продукты делать. А для этого нужно, значит, хорошие достойные вузы, колледжи, международного уровня, как в Сингапуре. Я же просто посмотрел в Сингапуре, как все построено, совместные предприятия, там, Гарварда или Энсиада, там, с местным вузом, да. И когда будет аттестация, не просто в булашаковцев отправлять, а я говорю, не надо отправлять, нужно создать эти вузы. Дешевле привезти педагогов, чем отправлять всех наших студентов по всему миру. Жулдыз, вот на вас смотришь, да, сейчас зрители, наверное, тоже смотрят и думают, блин, ну идеальная пара. Понимаете, она мечтала, карта желаний, тут бизнес, все хорошо. Но не верится в такую идеальную картинку, я думаю, что все равно вы же обычная семейная пара. Наверняка были кризисы. Да, были. Были? Ну, наверное, раза два было такое. Это нормально и хорошо, что я уже была знакома с этими правилами семейными. Кризисами, которые происходят в семье. Я же являюсь еще и женским тренером. И центр создавала для того, чтобы семьи сохраняли свои отношения. И как раз вот именно эти знания, они мне помогли выйти с этих кризисов. Но были они, когда родилась дочь Алая первая, и второй раз, наверное, вот буквально недавно. Это уже кризис семилетний в совместной жизни. Это всегда нормально. Потому что мне захотелось именно призвания. Мне захотелось развития личного бренда. Я проходила ваш курс. И тогда больше времени, как Серик Пай только что отметила, я уделяла работе. А Серик Пай часто в командировках. Какие-то вот в этом плане у нас были... Ну, не по быту. По быту все хорошо. И тогда я хотела сказать все. Я хочу свою жизнь. Я хочу быть финансово свободной. Я хочу зарабатывать сама. И какие-то такие амбиции. И я поняла, что это именно боль детства моего. Я ему просто... Вот стол переговоров нам помогает как раз-таки решить эти кризисные моменты. Я ему открыто просто поделила и сказала, у меня было такое сложное прошлое. И, соответственно, мне тяжело быть финансово, ну, как сказать, зависеть, когда ты положишь мне там зарплату жены. Или там, когда я могу там себе купить... Полосить зарплату жены? Да. Да. На инвестиции есть и на развитие центра. Потому что 50% доли его, 50% мои. А я все свое время инвестирую в развитие там вот этих разных социальных сетей. Естественно, это забирает огромное время. Мало зарплаты жены? Да, я говорю, я хочу думать о своем будущем и о будущем своих детей. Я хочу быть миллионершей, как ты. Сама. Ну, да. Я никогда не пытаюсь быть выше мужа, но, по крайней мере, на мои базовые потребности, на мои личные там... Хочу сумочку, хочу там, чтобы у детей было достойное образование. И вот на этой почве у нас несколько раз, вот два раза, наверное, в жизни. Слушайте, ну, это у каждой семьи бывает, да? Вопрос денег, он же такой щепетильный, да? Я привыкла, что женщины зарабатывают сами в доме. Говорю, видимо, вот эта роль бабушки... Парадигма, она просто... Страхи, страхи, что остается одна, там, а что будет, если, не дай бог, в самолете с тобой что-то произойдет? Как я буду детей воспитывать? Я понимаю, что... Ну, это все рационально. Это можно... Аргументы... Были такие весомые. Да, да. Я говорю, дай, позволь... И вы переписали все потом на жулы. Нет, 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 позволь мне, говорю, быть самой тоже финансово обеспеченной. Это же не мешает нам... Кстати, это вот у меня Алишер Эльпаев такую фразу сказал, что он, оказывается, однажды Мадине сказал, Мадин, ты тоже должна расти, развиваться, потому что у нас двое детей. Не дай бог с ним, он же тоже часто путешествует, что-то произойдет, чтобы, ну, было кому вырастить. У него, он тоже говорит, что у него есть такой страх. Вообще страхи есть у всех, абсолютно у всех людей. Поэтому вот я тоже всегда переживаю и в первую очередь думаю о своем здоровье, потому что ты понимаешь, что ты несешь ответственность, да, когда маленькие дети. Перед детьми, особенно когда ты мама совсем маленьких... Аргумент у вас был абсолютно весомый. Маленьких детей, там, годик, и тогда было Алая три года, это семь лет нашей совместной жизни, и он меня тогда вот принял, сказал, хорошо, но у нас будет график. Вот ты занимаешься до шести вечера своими, там, делами, творчеством, развитием, я говорю, это телефон, это мое развитие, духовное, творческое, я слушаю интервью полезные, развиваюсь, создаю продукты и так далее. И после шести у нас есть правило семьи, что мы в шесть часов спускаемся, все выключаем, идем к детям, с ними качественно проводим до сна, до десяти ночи время. Он укладывает одного ребенка, я укладываю второго ребенка. А до шести дети что делают? У нас есть бабушка, Аташка, Ажека, которые помогают. То есть они тоже на Кипре? Да, они постоянно вот так меняются, приезжают до смены. Нет, они в садик еще не ходят, да, дети? Только-только начала дочь ходить. Из-за пандемии не ходили, поэтому сейчас ходят. То есть до шести вы к детям не подходите? Так, дети, отойдите. Нет, нет, мы в одном доме, мы вас не знаем. Да, нет, нет. Второе, ну, например, там, в десять часов, в одиннадцать детей укладываем, потом вместе проводим время и так далее. И стол переговоров, детокс от социальных сетей, я это недавно внедрила, уже год, воскресенье, суббота, иногда даже три дня беру отдых от социальных сетей. Я не вхожу в столице. И тоже общаемся, новые идеи, новые мысли, вот, поэтому... Договариваться, одним словом, помогает договариваться. Почему в бизнесе, да, люди могут сесть и прописать контракт, да, то есть там юристы получают права и обязанности. И два партнера, потому что деньги это все-таки самый крутой социальный инструмент, и люди могут спокойненько работать, да. Но почему вот в семье не происходит, потому что никто ничего не проговаривает, да. А вот расскажите про свой семейный бюджет. Как вы его, так сказать, формируете и делите? Ну, мы знаем расходы же общие ежемесячные, которые идут, да. Ну, вы за все оплачиваете? Да, просто все, мы это прописываем, сколько выделяю на все те или иные вещи, поэтому у нас есть эта часть, вторая часть, там, мы путешествуем, планируем, да, заранее. Какие покупки делаем важные, стратегические, вот, и учимся, да, вот, поэтому так, в принципе, планируем, ну, и инвестируем постоянно в подушку безопасности, в создание страхового фонда и тому подобное. На обучение, самое главное, детей, и на развитие и подарки жены. Это тоже правило, да? То есть она берет лучшие ткани и под себя оптимизирует и сама делает те платья, которые она хочет, она и сама их рисует, изобретает, и это положительное качество. Ну, сейчас она сидит в платье от Виктории Бэхом, ремешочек от Кристиан Диор, сережки Шанель, понимаете? Туфли, можно посмотреть? У нас одинаковые туфли, 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 понимаете, человек себе ни в чем не отказывается. Это, знаете, энергия, энергия определенная. Вот здесь мне нравится женская практика. Это все энергия. Когда женщина на себя тратит, это все женская энергия. Да, чем больше он инвестирует в жену, в развитие, это все в несколько раз больше возвращается ему. Что дает женщине? То есть я просто тоже знаю, что разные же виды насилия бывают, там, бытовое, эмоциональное, да. А еще есть такое насилие, когда вот действительно женщина, ну, вроде бы муж есть, дом есть, дети, все хорошо, но она себе не может ничего позволить. И мне кажется, что это тоже один из видов насилия, когда она не может себе пойти купить сумку, я не знаю, там, пойти купить себе платье, да. Но она же служит своему, своей семье, своему дому, да, и она заслуживает подарков. Ну, дорогие вещи, я всегда согласовываю Серикпая. Мы сможем себе позволить в этом месте, например, там, сумку. Я всегда думаю еще о маме Серикпая, да, и его сестер, например. О детях, о предыдущих. Да, потому что он тоже выделил определенную сумму на их воспитание, на развитие. Мы все согласовываем, сколько мы, там, родителям выделим на путешествия, там, на детей. Развитие детей, да. Да, именно вот это вот, знаете. Ты и сам. Не тяжело мужчине. Мне всегда вот интересно, когда я думаю вообще о наших казахстанских мужчинах и понимаю, что вот, зная нашу ментальность, вот мне интересно всегда, не тяжело мужчине, когда на него все взвалино, да, то есть, когда ты должен обеспечить свою семью, если есть еще предыдущая семья, образование всем детям, школы, да, все частные, плюс родители стареющие, да, немолодеющие, обязательно какие-нибудь родственники, которым тоже нужно все время помогать. Это, мне кажется, эмоционально это тоже непросто. Ну, я просто родился с этим, я всегда понимал, что у меня две младшие сестренки, родители, которые, родители дали мне самое лучшее. Я всегда благодарю предков, которым езжу постоянно. Мой прадед построил единственную ворские мечеть, школу, и поэтому он, я у него начал учиться отдавать, строить, помогать детям, помогать разным. Мы много благотворительных проектов делаем, просто об этом не и рассказываем, но вот этому все учатся. Я с молоком матери впитал, постоянно делиться, отдавать и помогать всем, потому что вы говорите, почему у меня нет там вилл было на тот период, там джетов, самолетов, вертолетов, хотя многие казахстанцы туда инвестируют, да. Я говорю, зачем это? Это можно арендовать, слетать, съездить, но мне интересно творить, созидать, чтобы сотрудники мои могли реализоваться свою мечту. Не только он один, да. Да, реализовать свою мечту в мире. И у него мама очень щедрая, ну, если по разговорам послушаешь, она всем помогала, родственникам, даже если, несмотря на то, что они жили в общежитии. И наши духовные учителя, а также Алексей Ситников, недавно был на юбилее у Серикпая, и он отметил, что все, что ты сегодня имеешь, ну, до встречи со своей супругой, это благодаря своей силы рода. Маме, он отметил маму, я посмотрела, насколько она энергичная, харизматичная женщина, вы тоже ее видели не раз. Это благодаря маме, ее вере в сына. Мы у папы тоже свои энергии. Ну, естественно, папа на успех влияет, а мама на материальный мир, мать материя. И вот это все, что ты заработал, это благодаря материнскому и отцовскому роду силы, ты должен быть благодарным. Я посмотрел, и теперь я убедился, насколько ты, почему ты такой успешный. И все, что сейчас происходит совместно с ЖУЛДЫС и твое будущее, я всегда, говорит, на консультациях спрашиваю, покажи мне на телефоне или свою жену. И когда мне показывают бизнесмены или политики, он же политолог, показывают жену, я сразу вижу, говорит, будущее мужчины. И я теперь понял, говорит, кто рядом с тобой, это богиня. И я вижу... Я Алексею Витручу тоже обожаю. Куда ты придешь? ЖУЛДЫС, расскажите мне про свою бабушку, она ведь тоже очень сильно на вас повлияла. Да, вы видели на презентации книги. Ей 80 с чем-то лет, она гинеколог. Да, она помогала много женщинам. И прям в детстве, я помню, как в отпуске она находилась, она пряталась, но люди, мы жили на первом этаже. Прорывались к вам домой. Представляете, они слышали на кухне, потому что форточки открыты, дверь открыта в Казаларде была. Восьмой класс, я помню уже, я начала задумываться, кем я хочу быть. И представляете, женщины, там мужья приходили, да слез аж помню, мужья приходили. Ваша бабушка нужна срочно ей помочь, у меня там жена, кровотечение. Бабушка говорит, я же в отпуске. А тогда же не было возможности летать за границу или куда-то еще. Я, говорит, в отпуске. И она вставала, пять утра, четыре утра, три утра, неважно. Она садилась в эту операционную машину и ехала помогать людям. И представляете, она посвятила всю жизнь своей работе. Она красотка у вас. Да. И знаете, Всевышний, вот как Серег Паю, Всевышний дает, наверное, всегда в изобилии тем людям, которые умеют делиться своим временем, деньгами, кто чем... Любой помощью. Да, любой помощью, знаниями. Это же даже в Куране прописано. Если ты что-то знаешь, ты должен делиться этим своим опытом, знаниями. И вот это меня вдохновляло, когда она приходила и рассказывала, как она спасала людей, как они выживали, как мамочки становились, женщины становились мамами через, там, долгожданных детей имели. И вот эти истории меня, она же за чаем рассказывает. И я смотрю, насколько человек любит свою работу. Мама не могла в жизни найти свой путь, а она была для меня именно примером женщины, которая любит свое дело, и за свое дело она получает благодарности. Ей не нужны были там вилы, дома, материальные ценности. У хорошего врача всегда все хорошо. Ну, знаете, ей дарили цветы на тот момент, коробку конфет, пакет, и у нас дома очень было много спиртного, да, потому что дарили, обычно вот это, когда я рожала в клинике, в английской клинике, королевской клинике Лондона, Алайю, и мы поняли, насколько ценность врачей за рубежом, пока я училась там, я исследовала этот рынок, да, здравоохранения, 40 тысяч фунтов за три дня нахождения в больнице, два, несколько УЗИ, одной кесарево получать, 40 тысяч фунтов, и бабушка возвращала... 40 тысяч фунтов стоят роды? Да. О май гад. Представляете? У нас можно бесплатно рожать. Бесплатно, просто коробку конфет, там что подарят, то подарят, да, и она не стремилась к материальному миру. Вот это, наверное, чуть-чуть, у меня-то жилки отца предпринимателя, и я всегда, ну, как бы не принимала ее одну часть, а в маме другую часть. И, видимо, вот этот баланс я получила как раз всеми архетипов личности, да, женщины. От бабушки. Часть от мамы, часть от бабушки, потому что бабушка для меня была примером, человек, который любил свое дело и помогал женщинам. И я тогда, оказывается, думала, я тоже хочу быть врачом. Я же поступила на грант в медицинский университет. И так вот вдохновила бабушка, да, на профессию? Да, я поняла, что я тоже хочу быть как бабушка врачом. И это первое. Второе, что люди благодарили, это меня вдохновляло, как они там со слезами, потом уже с ребенком приходили, яхтопазмно. Мы вообще, если без, вы, наверное, как второй бог у меня. Если бы не вы, я, наверное, не выжила, там, не испытала это счастье материнства. И меня вот эти истории вдохновили. И я тоже подумала, я тоже буду когда-нибудь в жизни, наверное, помогать женщинам. И вот пришло, я стала... И вы сейчас помогаете женщинам. Ну, вдохновляю. Спасибо вам большое за очень интересное интервью. Вы меня тоже вдохновили. И вот ваша история, откровение, искренность, она, конечно, очень подкупает. Оставайтесь такой же показательной семьей. Вы теперь уже должны не только друг другу, но и нам всем. Благодарю. Поэтому спасибо большое. Благодарю.